холос амигос вот настало время подорвать пуканы просить пороховые трюмы или как там пороховые погреба а фанатам корабликов значит ну все игры про танки а уже все посмотрел все он записал теперь ну настала очередь теперь кораблики но корабли я вижу как были я играл на збт на закрытом бета-тесте а пока меня не забанили значит а ну забанили причем в письме написано что навечно короче за какое там поведение выдающиеся вот так что но я знаю короче что wargaming очень строго карает за передачу аккаунтов если насчет улитки я еще сомневаюсь даже но wargaming карает точно так что это я второй аккаунт прокачал то есть я не могу до говорить тут объявлять какие-то благодарности за то что мне предоставили там туда-сюда что wargaming это очень злая контора в этом плане просто я был свидетелем таких случаев как там пацаны на форуме писали что я с братом играю с одного аккаунта взяли раза в забанили там им пишут а у вас там айпи что-то разный с братом что у вас там в разную комнату разные провода идут типа не вот значит а по-прежнему до корабли полностью необитаемые но этого wargaming любимая тема у них графика так еще может туда-сюда мне когда-то казалось до того как я в улитку поиграл мне казалось что в танках wargaming и графика довольно google то а то что там пт-шки необитаемые до без крыши ездят ну издержки игры то есть на производительности скажется однако у гайджина все танки с открытым верхом и кабины они обитаемые там видно людей они там что-то крутят что-то делают но заряжающие правда сидят без движений там знаете как это пассажиры как будто но здесь тоже могли бы сделать что каким человечки ходят чем делают копаются нет корабль просто корабль призрак все корабли необитаемые значит вот по поводу несколько слов по поводу вообще ветки развития кораблей до что я успел понять за свои там бои я на збт тогда по как раз вот пятый уровень вкачал да вот я играл именно на конга на шмонга вот на этом на всем просто первая моя мысль была так дожди а где тут ветки развития то я чё-то модули продать а вот развитие все же по-русски написано после просто много игр очень и я уже путаюсь вот первая мысль конечно у меня была какая когда я пришел морячком в эту игру да но я думаю что у всех была такая мысль что вкачаю бисмарк буду рвать реально да но хрен пока плавал да тут видно что япония сша и ссср вот никакого бисмарка пока тут как я понимаю нету есть ямато шмамато там все дела очень странно вообще но бисмарк потому что да это знамя просто второй мировой войны это самый наверное известный корабль да который там крейсер худ затопил а линкор линкор худ затопил одним залпом просто вынес нахрен гордость английского флота пошла ко дну вот но что оказалось в да но в итоге я стал вкачивать я линкоры по моему ямато да вот этот потому что я в какой-то книге велик а с другом с другом мы еще в детстве спорили да выяснилось что ямато типа на самом деле был больше бисмарка там что типа якобы вообще был нереально огромен но не суть до начал качать линкоры и чё выяснилось то есть что линкоры как и это произошло исторически да то есть они с каждым левелом становятся все более бесполезны да то есть на пятом левеле на шестом я по моему взял фуса вот этот вот и просто уже дальше перестал играть на линкорах стал качать крейсеры и катера да потому что происходит здесь с уровнями да линкоры становится все больше и больше и больше то есть ямато вот это вот он как и бисмарк десятого уровня там они будут все огромные огромные в то время как катера становятся все меньше и меньше и крейсеры и становится тоже все меньше и компактнее да то есть что в итоге получается что линкор со своими огромными пушками которые стреляют два раза в минуту это как знаете как за комаром охотиться с поленом в руке да с поленом же не будете за комаром охотиться. Теперь представьте, что комар может подлететь на 2 метра и вам леща еще дать такого, как батя там. Пам по башке, бля. Торпедой, да, вот. Потому что, ну, катера и крейсеры здесь имеют торпеды, которые очень очень сильно дамажат. Это, наверное, самая дамажная игра, ой, ну, оружие в игре. Ренкор тоже может бахнуть критом, но крит-то это ж, ну, это ж рандом, по сути, да. То есть тут корабли очень долго друг друга могут обстреливать, прежде чем затопят, если кто-то в кого-то не бахнет, не бахнет торпеду. Ну вот, и помимо, и у комара еще, помимо комара, то есть за которым вы охотитесь с поленом, к вам могут прилететь еще мандаошки, припрыгать, да, с авианосца. А авианосцы здесь, они как арта, да, в рандоме, но это не трудно догадаться, только здесь они управляют звеном самолетов. Звено самолетов подлетает и выпускает торпеды. Ну, у них там несколько звеньев. Я играл, по-моему, первый авианосец я вкачал, по-моему, или второй даже. Там у меня было, короче, два, два звена самолетов с торпедами и два звена самолетов, которые противоавиационные, которые пулеметами сбивают другие самолеты, короче, вот. Ну, игра на авианосцев для таких, знаете, короче, для овощей, потому что, ну, очень скучно. Просто ты отправил самолеты, бля, они летят, охереть, больше ничего не надо делать. Смотришь на всю красоту видом сверху, то есть не наслаждаешься там бликами на воде. Вот, и любимая пища, конечно, торпедных самолетов, это опять же линкоры или другие авианосцы, потому что, ну, катер и крейсер, они, как бы, увернутся. Ну, катерами я называю вот эту херня, это эсминцы, да, по-моему, здесь называется в жопу эсминцы, я их буду называть катеры. Потому что они реально, некоторые настолько маленькие катерочки, что просто жопа. Вот, и по ним торпедами не попасть, они увернутся. Вот, ко всему прочему, сзади еще и свои союзники, то есть, то есть, ну, понятно, да, что вот исторически, как мы все знаем по фильму «Морской бой», например, нету места линкорам на нынешнем поле боя, то есть, нет смысла строить вот такой огромный корабль с вот этими огромными пушками, потому что приплывет маленькая-маленькая подводная лодочка, выпустит маленькую-маленькую парочку торпед, маленьких-маленьких, и и все, елдой накроется все строительство, многомиллиардные просто вложения, то есть, ну, экономика как бы не выдержит строительство вот таких вот этих вот крейсеров, линкоров, именно вот линкоров, смотрите, сколько у него пушек, это же просто жопа какая-то, он, это просто, я не знаю, это крепость Мордор просто плавучая, одни пушечки вот эти маленькие, все, противоавиационные, обороны, наверное, там, все дела, ну, потому что другой линкор-то из этих вот мандюлек ты не затопишь, наверное, короче, вот, то есть, и что представляет собой, короче, морские сражения стали представлять собой на закрытом бета-тесте, вот кума у меня вот это было, да-да-да, я Японию качал, а друг мой Америку, короче, ты подплываешь к какому-нибудь острову из-за поворота, которого будут выплывать противники, да, потому что, ну, варгейминг, варгейминг, суть игры варгейминг, все воюют на одних и тех же картах, в одних и тех же местах, то есть ты привык ехать там, не знаю, на карте Монастырь по кишке, ты будешь всегда ездить на карте Монастырь по кишке, это магия варгейминга, она всех превращает в баранов, то есть, как знаете, стадо баранов выходит через ворота из загона, то есть если поставить, загнать баранов в загон, да, и убрать, убрать забор и начать выгонять стадо, то есть, ну, на пастбище все бараны пойдут, вот, оставить только ворота, да, все бараны идут в ворота, они им насрать, что забора больше нет, это стадный инстинкт, идти в ворота, вот это варгейминг, вот это вот вырабатывает в людях, вот реально, ехать на точку, там, на базу захвата, ехать в одни и те же места, там, то есть мало людей, да, которые там, которые заходят в бой с мыслью, типа, а, в прошлом бою я поехал налево, в этом бою я поеду направо, нет. Все поедут, я в прошлом бою поехал налево, я в этом бою поеду налево, потому что я знаю, что там слева, я знаю, где встать, чтобы накидывать дамаг и тому подобное, вот это, это, это варгейминг, сука, он, как бы, людей в блох превращает, знаете, да, если блоху посадить на час в литровую банку, блоха больше никогда не будет прыгать выше, чем эта литровая банка. Вот, и здесь тоже подплывают к острову и засекают время, через какое-то время пускают торпеды на вскидку, не глядя, да, что, типа, если вот сейчас враг выплывет из-за поворота, он получит торпеды, но помимо врага за этот самый поворот может плыть какой-нибудь линкор, да, и торпеды попадают в своих. То есть на закрытом бета-тесте я каждый второй бой умирал от союзной торпеды. Ну, рано или поздно у меня бомбануло, я пообещал просто зайти в гости ко всем мамам этих игроков, которых тут набрали на этот закрытый бета-тест, короче. И, как сейчас помню, я написал, что надо насрать пойти по дверь разработчику, короче, на коврик. То есть и политика такая, когда тебе попадают в спину торпеды, тебе пишут на карту надо смотреть. Ну, просто я не знаю, вот реально худшие игроки в мире, самые худшие и самые тупые игроки мира играют в Wargaming. Это даже не сомневайтесь, что ни в доте, блядь, ни в улитке вы нигде не встретите таких тупых, как, блядь, в Wargaming. Это просто вообще. Я пытался без мата, конечно, но это просто невозможно, блядь, говорить о контингенте разработчика, блядь, просто без мата. Короче, ну ладно, пора, наверное, в бой выйти. Хватит это ностальгически предаваться, короче. Бисмарка нет, ничего нет. Короче, что советую, будете играть в корабли, не качайте линкоры вообще, они нахрен здесь не нужны. У них вообще ни одного плюса нету, реально. Реально говеная хрень. Играть надо вот катер и эсминец. То есть, в смысле, эсминец и крейсер, все. Вот Кливленд, допустим, он, Кливленд, это эсминец, да, по-моему, да. А, крейсер, крейсер, а что, эсминец он не качал, что ли? Вот эсминец, да, катерочек. Дело в том, что со временем у эсминцев, да, будет и крейсеров довольно мощные пушки, они, то есть, будут линкоры еще и пушками пробивать, то есть, в то время как линкор, да, вот в эту мандюльку вообще не попадет. Так, а вот у этого что-то я торпед-то не вижу, торпедные аппараты, что за крейсер шестого левела без торпед, нахрен он нужен-то? Кума, вот кума с торпедами, насколько я помню, это тоже крейсер, а шестого левела крейсер без торпед, вот тебе и на. Ладно, попробую на катерочке. Катерочек, конечно, это здесь еще и разведчик, короче. Тут помимо оружия, там у катера, допустим, есть дымовая завеса, там, а у крейсера и линкора, у крейсера и линкора типа авиаразведка, то есть, такие побочные, побочные функции еще выполнять. Ну, состав команд давайте посмотрим, вот видите, два, два, вообще, а че так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь на восемь играть, че за хрень? Я на закрытом бета-тесте играл, больше народу было. С открытого, че, народ посбегал, что ли? В последний день лета никто играть не хочет. То есть, реально, когда я играл на закрытом бета-тесте, линкоры дошли до того, что на команду был только один линкор, только один какой-то дурачок на линкоре играл. Остальные все были, вот реально, пара крейсеров, один линкор, два авианосца и куча просто катеров вот этих вот. То есть, ну, баланс по-варгеймински, да, известный до боли, заставить всех играть на одном и том же технике. То есть, все время после очередной перебалансировки варгейминга появляется танк какой-нибудь, который явно просто рвет жопу всем на свете. Все. И эта фишка варгейминга, короче, если вы до сих пор его не прохавывали, объясняю, короче, вводится новая линейка танков в игру, да, или новый какой-то танк, которого ни у кого нету. Он будет нереально, он будет просто нагибать вот первое время просто со страшной силой. Это все сделано для того, чтобы люди кинули деньги на премиум-аккаунт, кинули деньги на перевод опыта, да, и чтобы получить этот танк и понагибать. То есть, чтобы вкачать его как можно быстрее. Но в ближайшем патче, который придет через два месяца, этот танк порежут. Этот танк станет говном. То есть, все скажут, ёптвою мать, а что это я прокачал? На хрена мне это надо? То есть, так же с премиум-танками поступают, да, вот ввели новый премиум-танк, допустим, китайцы, да, Тип-59. В первое время китайцы просто рвали все живое. Они были премиум-танк, который, ну, он больше денег и опыта привозит, да, но еще и он рвал до кучи. Обычно, то есть, у варгейминга премиум-техника, она слабее линейной. Она, то есть, всегда стоковая, всегда слабенькая, но китаец просто рвал жопу. Как и Лёва, когда его только ввели, он просто рвал жопу. Но потом их режут, короче, и вводят другую премиум-технику, которая рвет жопу. То есть, ты говоришь, я не буду больше играть на этом говне. Я хочу другой танк. Ты идешь и покупаешь у варгейминга новый танк, который тоже через какое-то время станет конченным говном. То есть, политика выманивания денег у них отработана просто в совершенстве. А, здесь, да-да-да, я все пытаюсь автокоробку накликать, короче, ну, нихрена. Здесь же автоматические повороты, короче, ну, штурвал, то есть, закрепляется где-то. Спасибо, без музыки, пожалуйста, слишком громко орет. Вот, здесь просто постоянно, когда там с кем-то плывешь и перестреливаешься, ты начинаешь, как бы, ты врезаешься, короче, в берег, в островок какой-то тут же. Тут же, видите, как война идет? Неоткрытое море. Неоткрытое море, как бы, а такие, какие-то возле берега там какого-то, ну, да, ну, чтобы интересно было поплавать. Метко он долупнул. Одобряю. Башню главного калибра мне уничтожил, ублюдок. А, огреби, падла. Ну, почему перелет, господи? Капитан Киржаков, доложите, блядь, чё за стрельба такая, нахрен. Ой, блин. Вот, короче, теперь, смотрите, включаем торпеды и ждем, пока какой-нибудь хренок сюда приплывет. Вон тот, например. Но надо понимать, опять же, да, что у торпеды тут дальность ограничена. Это единственное ограничение мощности в нагиба, короче. Всё, пора, короче, тут. О, смотрите. Бам, сюда торпеды, бам, сюда торпеды, бам, сюда торпеды. И сейчас какие-нибудь торпеды, да, попадут. Ну, а думаете, он чё сюда плывёт? Он плывёт тоже торпеды вывалить. Вот, смотрите, торпеды. Бам, бам, всё, уничтожен. Вот это суть всей игры. Суть всей игры. Заплыви за остров, включай торпеды, жди свою жертву. Всё. А, на Т, на Ю, это что такое? Ускорение какое-то, я смотрю, да? Тут ввели. Просто раньше вот этого не было. Да, самое, самое то. Бортом ко мне повернуться, чувак. Самое время. Давай. Ты меня не подводи. О, у меня дым кончился. Ну-ка, на Ю. То есть, они вот это ускорение в игру ввели, да? Ну, я сомневаюсь, да, что на флоте у корабля у какого-то есть режим форсажа, блин, там. Это чтобы от торпед было возможность вернуться, потому что игрок, игрок массовый понял, да, что торпеды в этой игре, это всё. А вот и этот говноед торпедно выпускал. Но он очень криво их выпустил. Я должен был на месте стоять, просто чтобы на них нарваться. Да где там пушка-то? О, торпеда, на нахуй. На, ёпты, дружище. Всё, второй фраг, смотри. Бета-тестер противника уничтожен. Бета-тестер вот нагибает Варшипс. Короче, я вижу название этого видео. Ай, да. И при этом у меня корабль, смотрите, он абсолютно ещё целенький практически, да, мне сняли больше тысячи жизней из десяти тысяч. Но при этом вынесли какую-то башню главного калибра. Ну, у этого корабля башня главного калибра, это такая, не знаю, хлопушечка, короче, она никого так-то и не убьёт. Основная фишка корабля с торпедами это торпеды. Ай, кто-то написал. Вот Ай написал, наверняка, свои же торпеды по жопе дали. Поэтому Ай. Но, кстати, есть вот на ранних левелах, на ранних левелах, короче, пока торпеды ещё не появились там у катеров, да, у них, короче, здесь очень интересно играть, на самом деле, вот именно за тяжёлые корабли, за Сент-Луис, который весь там в пушках со всех сторон. Вот Сент-Луис вообще, корабль просто комедия. Я не знаю, инженер просто молодец. Я такого тролля никогда не видел. Просто, просто плавучий Форт Боярд, блин, не знаю, с пушками со всех сторон. Это уникальная хренатень. Но плюс, конечно, этой игры в том, что она единственная игра про корабли сейчас, да, какая бы она там ни была. Плохая, хорошая, конкурентов-то нету. То есть, поэтому многие там придут играть именно в кораблики. Ай, ёп твою мать, да что ж ты, сука, тут плаваешь-то? Мы разошлись, как, сука, в море. Как там эта попсовая песня, да дебильная, блядь. Про корабли в море какая-то там. Я единственное, что не понял, это нахрена тут... О, сука, видите, торпеды опять затопили. Тут если кого-то топят, то топят торпеды, я так понимаю. Короче, в чём прикол бронебойных снарядов, в чём прикол осколочно-фугасных, короче, я пока вообще нихрена не вдуплил. То есть даже линкор лучше фугасами стреляет, чем бронебойкой. А вот совсем маленький катерочек плывёт. Видите, какой маленький пиздюк? Вот он подплывёт к линкору и жопа линкору. А торпедами в него попадать ну, очень маловероятно, да, что? Причём хорошо видно, когда торпеды выпускают. О, сори, нарвался всё-таки, нарвался. А, нет, рядом, вообще рядом прошли. Охуй тебе. Я вижу, вижу, вижу. Вижу твой коварный план. Демон, блин. Я, кстати, походу заплыл под чужой, под какой-то ещё огонь. Да-да-да, сзади ещё кто-то стреляет. Но это линкор, походу, издалека бьёт. Опять, что ли, поджёг? Мы же в море, ёпта, как мы можем гореть? Вон, сколько воды кругом тушите как-нибудь. Не знаю, чём мы там с зажигающими, с зажигательными какими-то стреляют, что ли. Всё, что могу сделать, это ему накидать торпед вслед, потому что у меня тушение в откате. Ну всё, это затопление. Вот видите, да, приплыл маленький катерок просто и меня уделал. Тут просто потому, что он меньше меня. То есть, чем меньше здесь корабль, тем он на самом деле лучше нагибает. Здесь нет смысла вестись на огромные калибры пушек. Ну чё, моя торпеда там? А он останавливается, смотрите, останавливается. Сука, чуть-чуть я промахнулся. Миллиметр его спас. Но его там сейчас... О, он тоже, видите, вот в этой игре, потому что здесь не то, что танк, да, здесь задом не сдашь. Вот он выплыл, да, посмотрите, он со мной воевал и не смотрел по сторонам. И он заплыл под три ствола просто трёх кораблей. Всё, это труп. Это уже ему тут нехер ловить. А торпеды он выпустил по мне. То есть, он даже по ним ничего им не сделал, короче. Странный такой чувак. Да, чё-то походу здесь, короче, количество кораблей в командах-то порезали, по-моему, да, потому что реально, мне кажется, что когда я играл в прошлый раз на ЗБТ, кораблей в бою было больше. Сейчас чё-то совсем мало как-то. не знаю, с чем связан. Ну, напишите, как бы, может, может, меня глючит просто. Ну вот, сейчас, короче, на линкорище. Я смотрю, что когда я выбрал линкор, катеров в этом бою вообще не стало, да, то есть, катеров нету. Вот это всё Амаха, вот эта вся фигня, это... У них даже торпед, кстати, нету. Вот у этих кораблей. У линкора, кстати, есть перк починки, единственный, кто себе может немножко жизни восстанавливать. Всё, вот этот самолёт-разведчик сдриснул, короче. Ну, по поводу торпед, по-моему, у них нету, да, Амаха, Сент-Луис, вот Сент-Луис, он с пушками. Вот последний, который, Тинруи. А у Амахи, может, тоже есть, хер его знает. Но это крейсера синие по обозначению. Хотя Сент-Луис, это, по-моему, всё-таки не крейсер. То есть, у него от крейсера, я не знаю, что там, тупо, короче, крепость с пушками. Я бы такой корабль, не знаю. Но, в принципе, я хрену узнать, я во всей флотской фигне вообще не силён. Я не знаю, чем там крейсер от не крейсера отличается. Может, водоизмещением, да, может ещё чем. Но, в принципе, если танки у всех на слуху, да, там, как предмет общей гордости, типа, там, и крайнего патриотизма, там, российский танк, не ведущий аналогов Т-80, российский танк, не ведущий аналогов Т-90, то корабли, как-то, которые у всех на слуху, то это крейсер Варяг, блин, крейсер Аврора, Пётр Великий, и всё. То есть, никаких каких-то... А, ледокол Ленин, короче, всё. Каких-то суперкораблей, ни советских, ни российских, я думаю, никто особо не знает. В этом сила танков, короче, игр про танки, потому что там постоянно... Вот как у меня получилось, да, я умышленно, короче, рассказываю ситуацию. Я хотел сделать ещё один видос по Armored Warfare, короче, рассказать, так и быть этим ущемлённым детям, в чём прикол этого видео. Ну да ладно, короче, дело в том, что улитка, видос по улиткам показал, что если ты хочешь, чтобы видео обрело популярность, надо поджигать пуканы фанатов игры, короче, пуканы Armored Warfare фанатов, было легко поджечь, достаточно начать как-то сравнивать, короче, Т-90 и Abrams, это любимый вообще интернетовский срач этих фанатов танков, да, какой танк круче, наш или не наш, там, вот, начать гон, что там вес не указан, ещё что-то не указан, хотя, да, понятно, как там ввести в игру армату, если ещё ничего о ней неизвестно, значит, там засекречено, там практически, там, ничего не понять, короче, вот, поэтому срач просто лихой, там уже 6000 просмотров у видоса, фу, ладно, так, а, что-то в эту сторону я один поплыл, защищать наш авианосец, короче, это не очень такое, ну, видите, да, как, 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 скорострельность линкора, да, какая, то есть, выстрелил, полминуточки перезарядочки, в это время делай, что хочешь, хочешь, на суку ковыряйся, это, как, любимая, улиточная, короче, поправка, ну, прицел, да, там, стрелять вдаль, у тебя нету здесь никакого упреждения, стреляешь чисто на глаз, ну, что, попаду, розан-то хоть, ёптить, опа-на, до свидания, ай, ну, почему перелёт, то есть, это молодцы, что они не стали делать здесь свои эти, да ёпт твою мать, да как так-то, чем они поджигают-то, то есть, не стали делать здесь эти значки упреждений, всякие вот эти вот галимые, да, как в самолётах там во всяких, в танках нету какого-то крестика там вот этого универсального, то есть, чисто есть место, да, для прокачки скилла, есть такое, где потом скилануть можно, да, там, точностью стрельбой в данном случае, например, так, а в следующий раз давайте ББшечкой попробуем втащить, может, пофиксили, потому что раньше, ну, реально, что ББхой стреляет, что, что не ББхой, разницы как-то, какой-то не было, почему-то корабль сейчас дал залп, да, раньше, по-моему, можно было по одной из пушек стрелять, смотрите, опять пожар, просто пиздец, у меня как будто не линкор, блять, а танкер, который нефть перевозит, я хуй его знает, какого хера он, блять, горит после каждого попадания, говна кусок, ебаного, еще и сзади, блять, у меня там, наверное, точно дрова какие-то, блять, весны, ну, опять же, команда, смотрите, все, блять, налево, я направо, ну, понятно, вот это вот и говноеда я сейчас, блять, походу, затоплю, наверное, все-таки, а, ну, то есть, смотрите, да, бронебойное попадание, блять, из калибра, блять, даже хуй узнает, что тут за калибр, бронебойное попадание, и что, дамага вообще оно не нанесло, то есть, нихрена никакого дамага, то есть, в этой игре вообще бронебойные снаряды, походу, нахер не нужны, может, катера какие-нибудь, чтобы там пробивали этих, линкоров, только если, все, о, еще пожар, заебись, огнетушитель перезаряжается, две минуты, ну, на корабле мало огнетушителей, видимо, что это такое, вот, орбеды где-то плывут, опа, главное оружие, до свидания, в профиль-то я его сейчас ушатаю, если меня не расстреляют раньше, наконец-то огнетушитель откатился, то есть, может что-то потушить, блять, в коем веке, о, еще одна пушка, она зарядилась, бам, то есть, 1800, то есть, фугасы наносят, дамага здесь просто на порядок больше, чем бронебойщики, а это не торпеда, там он выпустится сейчас, то есть, какие-то пушки, очень косо стреляют, один, вот выстрелила пушка, блять, первый снаряд, ну, видите, да, у него пушки два ствола, первый снаряд не долетел, второй перелетел, блять, это что за хуйня такая, с расстояния вообще смешного, тут, блять, в рукопашную уже можно на абордаж пойти, когда он сдохнет уже, ёб твою мать, ага, торпеды, понятно, все, от торпедов линкор, конечно, хуй вернется, бам, бам, блять, неужели мы кого-то уничтожили, стрелять, а вот и Сент-Луис приплыл, блять, ну, то есть, блять, бой такой, конечно, команда, блять, просто днища вонючая, блять, я не знаю, из танков вот пришли, сто процентов, все, то есть, достаточно долго жил линкор, пока в него не попали торпеды, да, но, это опять, ну и достаточно долго он убивает другой корабль, то есть, ну, торпеды бы этот вопрос решили достаточно быстро, то есть, как вот вообще должно, вот смотрите, видите бой, смотрите, линкоров вообще нету, а я взял авианосец, что мне теперь делать, блять, этой авиацией, вот это одна из ущербностей такая, короче, лютая просто, ну вот, как я вижу, как должно было развиваться, в предыдущее сражение, линкор, он очень тяжелый, очень живущий, он должен танковать, да, линкор надо прикрывать, но поскольку это дегродный варгейминг, тут одни дегроды играют, без мозги, никто никого прикрывать, конечно же, не будет, то есть, каждый, блять, сам за себя, то есть, стадо пошло налево, если ты не со стадом, да, если ты не хочешь, там, дефать базу, или захватывать базу какую-то, да, которую стадо выбрало, то есть, придется тебе сдохнуть, ну вот, видите, эскадрилья, вот, управляешь, вот эти вот комарики, четыре, блять, самолетик с пулеметами, это защита, вот, а вот эти, вот эти, блять, четыре комари, какая-то торпедная херня, я не очень умею управлять, честно говоря, этой, как-то здесь можно поставить, куда ты хочешь уплыть, короче, да, плохо, пусть лучше стоит, короче, я не помню, а, вот, автопилот, ну, и теперь надо найти, короче, корабль, который торпедировать надо, да, разведки нет, ни хрена, ничего пока не видно, вот вражеские зато уже летят, направляем на них, сука, пулеметчиков, ну, это, блять, это вообще, не знаю, как, то есть, интерес к такому сражению, я не знаю, в чем он даже заключается, то есть, блять, удобство, удобство контролирования этой авиации тоже зашкаливает, клик туда, клик сюда, вот, смотрите, он уже торпеды выпустил самолетами, тоже попробую бахнуть, что, вот в этот вот, длинный, только, только в длинный корабль можно попасть торпедами, все-все-все-все-все-все-все, тихо, попал, попал, затопил, вот так вот, ну, как арта, как арта, не как арта, а как артиллерия, World of Tanks тоже, стоишь, управляешь всем сверху, минимум езды, хорошо, если ты знаешь, что надо, блин, отъезжать из кустов после выстрела, а вот этого товарища сюда пускать не надо, топи его как хочешь, мне он нахер не нужен, меня он сразу, о, тараном забрал, что ли, вообще по красоте, тоже неплохо, вот эти вот значки, это типа, сколько еще патронов осталось у этой эскадрильи, если кончились, значит, надо их заводить на посадочку, можно вот так приблизить, полюбоваться, типа, графикой, тут мелководья хоть не рисовали, а раньше по-моему не было, раньше море было и море, глубина типа, везде, оп, не, давай вон того затопим, я не вижу, где я, а, вон он я, это опасно близко, вот он, 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 вот эти вот треугольнички, сука, катерочки, они очень быстро могут подплыть, на самом деле, четвертый, четвертый, взлет готов, третий, взлет произвел, я в берег вонзился, хотя на автопилоте плыл, автопилот здесь просто, не знаю, бок придумал, походу, а, меня обстреливают, ну, понятно, то есть, команда провафлила, короче, четвертый, продолжая движение, четвертый, по нам, минуту, огонь, торпеды, торпеды, пошли, сейчас, ему стрелять осталось, очень недолго, ну, хоть одна-то должна, не, ни одна не попадет, вот, вот видите, о чем я говорю, что торпедами надо стрелять, только по линкорам, короче, второй, атакован, потому что линкоры, не могут поворачивать быстро, они дохнут сразу, а эти все пиздюки, они тупо разворачивают, ну, тут как-то что-то можно, короче, нажать такое, типа, а, типа, вот, задать, короче, независимый, ну, самому, как бы, игроку выбрать угол выпуска торпед, да, не доверяться этой тупой технике, но, тут, сука, хоть поймешь, как управлять этим процессом, то есть, как сбоку, то есть, зайти, но, все вручную приходится сделать, а не очень круто, о, кстати, вот это вот, который тут, который тут стоит, вот так вот, давай, пускай, попробует увернуться, говноед этот, ну, три торпедки всего поплыли, увернулся, нет, нет, одна, одна, да, в жопу, на, давай, до свидос, нет, не пускай, не пускай, не пускай, ёп твою мать, выпустил, о, попала, вроде, одна торпеда, сразу в катер-то, кстати, не херово, ага, теперь еще и с этой стороны, то есть, блять, как классно быть, как классно быть авианосцем, просто заметьте, да, не знаешь, блять, куда щемиться уже, просто со всех сторон обстреливают, они просто приплыли, через минуту уже были рядом со мной, то есть, шансов-то, по сути, не было, ай, блять, я не понимаю, почему еще их авианосец на меня не выпустил свою эскадрилью торпедных самолетиков, и не развафлил меня, то есть, что ему мешает, самолеты хорошо, что быстро заряжаются, реально, они только сели, уже готовы к боевому вылету, сейчас, сейчас, дружище, сейчас, стреляй, стреляй пока, стрелок хуев, подожди, третий, по нам ведут огонь, даже, наверное, вот так надо, почему четвертый так долго, блин, дрочит, а ну-ка посмотрим, две, две, на нах, что, сука, дострелялся, падла, это было очень удачно, тут еще есть какая-то камера, короче, я не помню, включать, можно прям вот следить за, вид, вид от самолетов, короче, как вот они летают там, а вот это, а, нет, это не по мою душу пока что, надо как-то дефать, я не знаю, что-то, предпринимать, блин, бомбять же союзников, союзники, да ладно, меня хрен за, хрен за, положили, я-то, я-то типа не такой вообще, ну, то есть, короче, блядь, игра за авианосис, это как, блин, игра в стратегию в какую-то, не очень, короче, не нравится, по-моему, вообще неинтересно, но по-другому, в принципе, реализовать это и возможности, скорее всего, не было, да, потому что, ну, представьте себе, как бы вы сделали игру на авианосце, да, там, то есть, другого-то ничего и нету, то есть, либо вообще авианосца в игру не вводить, но это было бы как-то уже совсем, на тебе еще, короче, паскуда твоя, вроде никого нету, о, эскадрилью вражескую затопил, о, вражеский крейсер готов, несмотря на то, что линкорнов нету, блин, линкоров, все равно неплохо получается, фраги авианосцам набивать, но это такой халявный, конечно, блин, агрегатик на нем играть, по-моему, проще всего, у них авианосец то ли сдох уже, то ли вообще забыл, что надо управлять самолетами, вон они, валятся тут просто, опа, все, нету, я последняя надежда команды, я один остался, ну, вот это вообще, блин, это просто, это просто честь, сука, наивысшая, блядь, не знаю, быть надеждой команды, ну и что я сделаю это, блядь, на авианосце сейчас базу захвачу, а у них тоже один, короче, кораблик, но у них это крейсер, блядь, и сейчас, короче, либо он меня первым найдет, либо я его первым захерачу, даже не знаю, вот, ну, конечно, у вианосца шансов было бы побольше, если бы я фуловый был, да, то есть он бы приплыл, начал меня топить, а это у него долго получится, если у него торпед нету, да, что за крейсер-то хоть, хаши, хаши, да, я не помню, если у него торпеды, давно играл, как бы, но я, реально, у меня жизнь осталась, о, самолет атакованный, а вот ты, что-то он не хочет плавать, я смотрю, бывает, кстати, так, что автоматический сброс торпед из самолетов, да, если вы вот на альт не целитесь, они, короче, прямо на берег сбрасывают, торпеды падают и взрываются, это вообще полная, полная радость, короче, давай вот так вот, он что-то разгоняется по ходу долго, поворачивает, но он будет на месте стоять просто, на месте крутиться и ворочиться от торпед, это вообще самая простая процедура, если ему винты там все не повредили, конечно, у него там есть ПВО, но они какие-то неэффективные, видите, между двух торпед опять, и нихуя, ай, блин, что там, четвертый-то заходит на посадку, или что, ну, второй может вообще уже не летать, да, второй как бы нахер не нужен, что он из пулемета корабль утопит, что ли, ко мне самолеты не прилетят уже, нету самолетов больше, что у нас команда-то хоть, я три фрага набил, я, то есть, царь этой команды, блин, не знаю, что мешает, блядь, звену самолетов под номером 4, зайти на посадку, то есть, второе звено самолетов, это у меня так теперь, разведка до отвлечения ПВО, то есть, ну, смотрите, да, что, сука, происходит с этими, блядь, торпедными, говно-самолетами, они зависли, они тупят, они вот, блядь, восьмой круг тут летают, третий уже опять ко взлету готов, блядь, четвертый все дрочит, ну, ебаный врод, что за хуйня-то, долго мы мута будем ебать, ебаный, четвертый, хуй знает, что с этими, блядь, что не так-то с четвертыми, ебаный мать, что с ними, о, вот здесь надо опускать, в узкое, в узкое горло, это, блядь, вообще шанс, шансище на самом деле, но хуй так попадешь, потому что он носом-то на торпеды повернул, так, четвертый, пошел в пизду, пусть тебя разъебут нахуй, ты заебал меня, походу, нихуя не понимаешь, что делать надо, блядь, уебок ебаный, а, вот как, на F надо было нажать, понятно, видите, опять, оп, нихуя не попали, надо, я не знаю, может, время потянуть, но я говорю, в крейсер хер попадешь, который целенаправленно собирается от тебя уворачиваться, то есть, это невозможно просто на него попасть, или практически невозможно, двумя эскадрильями, если сразу зайти, может, одна торпеда попадет, но она ничего не сделает, во второе, ты не можешь его позбивать, там, четвертый готов, четвертый готов, но, видите, он, он заиска, он, он думает, что я где-то здесь, потому что второй отсюда прилетел, что ли, отлично, четвертый, взлет произвел, четвертый, четвертый опять тупит, и он, смотрите, что он постоянно вдоль берега плавает, Допускает эти торпеды, о, а, блядь, я включил задний вход, какой я молодец, ну, видите, опять не попал, нихуя не попал, да впизду, спорт, все, тут, блядь, если команда говно, то авианосец уже, как правило, ничего не сделает с этим, блин, ну, последний, наверное, боек, это, крейсер шестого уровня, блин, который, сука, не имеет торпедного вооружения, как я понимаю, да, наверное, у него пушка чертовски охеренная, может, какая-нибудь бабахает, топит там всех, ваншотит, но игра такая, я говорю, вот она, сука, монотонная, вот реально, пока играешь на нормальных кораблях, вроде ничего, блядь, сыграл на авианосце, думаешь, ёпты, как весело, охуеть можно просто, прям просто карнавал Бразилии, блядь, я не знаю, кто эти душные люди, которые, знаете, артоводы такие, которые, блядь, в танки играть только на арте, я вообще, блядь, презираю их, честно, просто пиздец, человек, который умеет только в кустах стоять и стрелять через всю карту, то есть, единственный скилл, блядь, который он себе нажил, да, там, за время игры, это, сука, встать, встать в кусты, блин, чё это такое, Т какая-то, а, выключи их, нахуй, где разведчик, расчёты ПВО, то есть, это самолёт, это корабль ПВО, короче, вообще шикарно, ну, да, у него пушки, такие видно, неплохие, короче, поэтому он может и без торпед нормально посражаться, особенно, если к какому-нибудь крейсеру, линкору пристроиться, но смысл тут как бы пристроиться, линкор может и будет танковать, да стрелять по нему никто не будет, все начнут крейсер топить несчастный, хотя у несчастного крейсера здесь, блин, 35 тысяч жизней, это очень дохера, на самом деле, для крейсера, по-моему, хотя у линкора в два раза больше, примерно, 58 или 56, главная такой, смотрите, корабль такой странный, вот, жопа у него, как камеру-то повертеть, тут вообще есть какая-нибудь возможность, нихера нету, то есть смотрите, как жопа у него над водой возвышается, вообще у него ватерлиния, где-то там, он такой, борт у него очень, по-моему, высокий, то есть такая крепость, прям плавучая, он, кажется, что силуэт, как бы даже выше над водой, чем у линкора, это жопа полная, вообще как-то возможно, странно вообще, что до сих пор не ввели сюда немецкие корабли, потому что мне кажется, что к немецкой технике, вот вообще интереса в играх Wargaming, поначалу был больше всего, то есть, ну, если только школьники, там патриоты за совков играли, да, то есть на форуме, еще по закрытому бета-тесту, помню, что больше всех все-таки ратовали за немецкую технику, когда там Фердинанд вводили в игру, там все вот это, все споры, то есть в основном там вокруг немецкой техники были, там советская мало кого волновала, потому что они одни Алеши играли, Алекс какой-нибудь там, обязательно на Савке, просто мем, Wargaming-ский мем, ну здесь тоже, блин, я не знаю, начался бой, бой идет уже по-моему минуты две, блядь, я еще ни одного выстрела даже не сделал, то есть пока плывем, то есть, развитие сражения, то есть вот так, неспешненько, салют через дня победы, бам-бам-бам-бам, винты до свидания, в основном мимо, перезарядка быстрая, о чем мне нравятся крейсеры, вот мне кажется, что крейсеры это самый эталонный корабль вот в этой игре, то есть не катерочки, которые, да, маневренные, а крейсеры, потому что, о, Сент-Луис, потому что пушки мощные, заряжаются очень быстро, и вот этот вот катер, который хотел вломить, это торпедами, да, а торпеды тут два километра, как бы плывут и все, то есть он сейчас не доплывет до дальности, отлично, в берег, да, о, катер, катер готов, вот так вот, шикарный крейсер на самом деле, без торпеда нагибается, фугасами, и плавает тоже очень-очень быстро он, о, Сент-Луис как ушел, ты посмотри, не-не-не, ты подожди, подожди, не видно, куда насыпал, короче, но поджег, блять, и сам, сам загорелся, а, ну понятно, опять катерочек приплыл, эти катерочки, конечно, сука, забодали, если уж какой бесит самолет, о, этот корабль, сука, это катер, вон еще крейсер, надо, по-моему, с торпедами, вроде кума нет, опять поджег, ну я понял, почему-то все горят, все друг по другу фугасами только и стреляют, короче, вблизи, кстати, да, активируются пушки автоматические, которые ботами управляются, они, по сути, ничего не наносят, особо ничего погоды не делают, ну, в смысле, вот, если по линкору, да, работают, катерочек-то, может, и затопят, вот, два катера я затопил, блядь, вообще корабль, сука, машина бога, на самом деле, очень офигенный, смотрите, он стреляет, просто без перерыва, бам-бам-бам, ну, че, ему винт не сломал, что ли, Сент-Луис неугомонный плывет, хочет грипсти, походу, просто такие два залпа, бэмс, пушка, нахуй, 4000 дамага, извините, вообще прикольно, причем Сент-Луис стреляет только с носовых орудий, я не знаю, почему он бортом не поворачивается, как бы, ой, я ему насыпаю, но Сент-Луис, он хули, он третьего левела, вообще не знаю, что он тут делает, видать, взводом закинул, а он сливаться плывет, мне кажется, он что-то, ну, это не серьезно, чувак, три фрага, то есть, все фраги, какие пока в бою набиты, сделал я, это шикарно, ай, ай, блядь, тащу просто, ну, давай, затони, чувак, затони, надеюсь, меня фраг мы не скрысят, да, потому что я заслужил этот фраг, пошли в жопу, торпеды, торпеды, смотрите, да, что там торпедировать-то, ему жить-то там осталось, о, ПВОшки заработали, ну, пока, пока торпедные ПВО на меня не полетят, я, наверное, скиллок-то этот трогать не буду, да, торпеды, мы не успеем под те торпеды заплыть, не ссы, о, еще один, пассажир, клиент нашей, нашей фирмы, вон, самолетик сбил, о, кто-то без меня фраг сделал, обалдеть можно, но этот бой мы их просто, как тузик грелку разорвали, конечно, все их эсминцы просто полегли, вообще в первые минуты, да, потому что ленивые уроды, видимо, что я буду там маневрировать, да, поплыву-ка я, блядь, на центр карты без дыма, выплыву там, хе-хе-хе, у меня же торпеды, он думает, что сейчас он будет за всеми гоняться, а все от него убегать, а то вот торпед, видимо, так, наверное, план на бой, то есть, такой был, ну, а эти начинают, конечно, теребонько, типа, сейчас я затащу, только надо за остров уплыть, такой, хитрый поцик, туда и торпед, туда и снаряд-то не долетают, по-моему, смысл-то туда стрелять, вообще, блядь, все, начинается, начинается великая погоня, короче, за последним выжившим, да не, его там сейчас размандерят, вон там наши плавают, да, ну, то есть, вот такая вот, игра Warships, то есть, она, если там, допустим, после аркады картошечной, хочется там поиграть, в другую там аркадную игру, то есть, где танки там, допустим, ну, или в улитку играете, и хочется во что-нибудь такое, где техника живучая, да, чтобы, чтобы реально вот, наиграться там за бой, да, то есть, вот кораблики, это именно вот эта фигня, то есть, стреляешь, стреляешь, попадаешь, дамажишь, сам не дохнешь, все, бои долгие, то есть, никаких ваншотов тут нету практически, то есть, вот, если надоело дохнуть на картонной технике, это все, это сразу в корабли, в этом фишка кораблей, потому что, ну, а так, конечно, бои, ну, скучноваты, да, если вы любите реализм, если вы любите ваншоты, тут, конечно, делать нехрен, то есть, ну, это я что, по-своему сейчас попаду, что-то, не, ни хрена, но, в принципе, игра, конечно, такая, прикольная, вот, необычная, по крайней мере, еще ничего такого не было, подобного, да, на кораблях, поэтому, поэтому она заходит чаще, чем не заходит, все, победа, да, добыл победу, просто руками, вот этими, блять, могучими, 653 опыта дали, чем не запомнился Wargaming, так это своей абсолютной жадностью, а в плане опыта на своем бета-тестировании, на закрытом бета-тесте танков, как я сейчас помню, за самый успешный бой, ты мог получить 350 опыта с премом, то есть, мы с другом по очереди, играли на одном аккаунте, месяц, сука, чтобы вкачать, блять, ПТ 6-го левела, то есть, с утра до вечера, мы там вхерачили, то есть, он спать, я играть, я спать, то есть, вообще просто, и здесь тоже начинается, 600, сука, опыта, ёб твою медь, то есть, мне интересно, Wargaming вообще хочет, чтобы кто-то тестировал их корабли 10-го левела, или вообще насрать, ну, что, ну, 650 опыта, а на следующий корабль, мне сколько надо-то, вот у меня Кливланд, да, вот хочу вот этот вот, сколько надо исследовать-то, 110 тысяч опыта, блять, надо на него, ну, посчитайте, сколько боев, и я в том бою, сука, затопил 3 корабля, блять, 650 опыта, ёб твою мать, ой, блять, пиздец какой-то, а потом, кстати, когда заканчиваются тесты, Wargaming рейты наоборот подымает, то есть, именно если, именно на бета-тесте самое дрочево, да, и когда это, никакие корабли тебе нихрена не достаются, то есть, вот в Armored Warfare, там, два боя сыграл новый корабль у тебя, здесь в Warships где-то, боёв 10 надо сыграть, по-моему, чтобы тебе новый корабль дали, короче, вот, хотели, просили, взгляд на кораблики, вот взгляд на кораблики, сам я, конечно, в них играть не буду, особенно пока идёт бета-тест, потому что после бета-теста всю технику отнимут, да, то есть, а при том, что корабли качаются здесь пиздец, как долго, ещё их потом и отберут, что вообще не может не радовать, то есть, я не знаю, кто играет на бета-тесте и зачем, то есть, на Wargaming это вообще, ну, достаточно аккаунт бета-теста зарегистрировать, и Wargaming по славной традиции подарит вам потом премиум корабли, как участнику теста, но играть нахуй на бета-тесте, вот, блядь, за 650 опыта за бой, это нахер, конечно, не надо, вот, короче, всё, пишите, жмите, Адмирал бесполезный прощается с вами, хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok